Сступила или сэкономила? Чё это у них такие дорогие? Почти цена фикс прайс. Та-дам! Прям бодрит. Фух! Привет, мои хорошие! С вами Селина. Свои сегодня у нас покупочки. Икея Эллируа. Да, я сегодня была в магазине. Накупила много всего. Вот они, два пакета для дома. Здесь я вам буду показывать не только, что я купила, но и как оно будет смотреться в интерьере. Думаю, найдёте для себя что-то интересное и полезное. Оставайтесь со мной. Что-то я намудрила тут со своим фоном. Главное, не этот бежевый диван. Хочу диван уже скорее, но пока ещё не могу понять, какой даже диван я хочу. Но локацию я решила вам немного изменить. Итак, давайте с чего начнём? Начнём, наверное, с Эллируа, потому что это первый магазин, в котором я была. И первое, что я купила, я купила сеточку, вот эту под ковёр. Только теперь я купила уже большую сетку, чтобы её обрезать под мой ковёр. И ещё я даже думаю, продолжаем. У меня как-то всё сразу, и батарейка садится, и дынька отвлекает. Короче, коврик. Вот он коврик. Сейчас я его вам раскрою и объясню. В прошлый раз я в Эллируа, по вашим же советам, купила вот этот прорезиненный коврик, который подкладывается под ковёр, если вдруг скользит. Вот у меня детский ковёр не скользит, а вот в спальню я купила ковёр в Эллируа, он скользит. По-моему, в Эллируа я взяла его. Вот. И вот такую сетку я решила взять большую, потому что до этого я взяла узкую, ещё там что-то у меня две, они самые склеенные. И каждый раз, когда роботу-пылесосу моему нужно по пылесосе, да или просто мне по пылесосу помыть полы, я сначала этот ковёр поднимаю, потом поднимаю все вот эти вот прорезиненные коврики под низ. Мне это надоело. Я хочу взять один, по размеру прям его сделать, как-то его заклеить по бойкам может быть, да, чтобы я просто ковёр поднимала как бы и всё. Смотрите, здесь мне даже на два ковра хватит. Я взяла самую большую. Вот такая сетка всем рекомендую. Действительно не скользит коврик, во всяком случае так как раньше не скользит, особенно если он будет прям, знаете, от края до края, весь под этим. Если он будет только центр, на край наступишь, и он всё равно скользит. Поэтому лучше брать больше, чем меньше. Я не знаю, что я в прошлый раз вступила или сэкономила. Есть у меня такое сэкономить. Я сделаю, кстати, это на коврик, покажу вам как и попробую закрепить это клеем даже ещё. И покажу вам сюда, как вставлю. Так, вот он мой коврик. Видите, он вечно съеханный. И вот, что под ним творится. Вот, да? У меня тут прилипло. Одна половинка, вторая. Это безумно бесит. Тем более, это даже не до конца сделано. Поэтому сейчас мы это всё дело убираем. Под другие какие-то коврики может пригодиться. А здесь вырезаем по размеру. В общем, вот так положила. Он какой-то неровный, не совсем. Видите, здесь он торчит. Здесь потом не торчит. Потом снова торчит. В общем, сейчас я его вот так положила и отрежу лишнее. У меня ещё остаётся на целый коврик такой же там. Так, всё готово. Разрезала. Чем я буду клеить, девочки? Вот таким вот клеем-контактом. Постараюсь клеить как можно, ну, в минимально там местах, да, там по уголкам. Ну, так, чтобы, короче, держалось. Вот такой вот клей-контакт. Вот. Он склеивает всё. Так, всё приклеила. У меня получилось где-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать точек. Короче, посредине чуть-чуть. Вот так, ну, по периметру. Просто, знаете, как пунктиром. Крупным пунктиром. Всё, сейчас она подсохнет. Да и не бегай, она подсыхает у меня, зай. Я переверну, и всё. Это будет совсем другое дело. А это придумаю, куда деть. Так, следующее, что я взяла, это две вот такие вот интересные вещицы на вакуумных присосочках. Сейчас мы вместе с вами, кстати, и посмотрим, насколько они вакуумные, насколько они работают. Значит, первое, это у нас, мне как раз-таки не хватает в туалет, чтобы под рукой, в доступности для руки, да, было мыло, например, гигиеническое. И что возможно, освежитель воздуха, чтобы здесь стояло, потому что у меня как-то пока что мало места именно для вот этих вещей. И, естественно, я взяла хромированную вот такую вот, да, на присосках вакуумных. Мне ещё здесь понравилось то, что, знаете, вот эта вот вещь раскручивается, да, а потом плотно-плотно закручивается. Я думаю, за счёт этого, если прям вакуумно сделать вот так, да, по инструкции всё я сделаю, я думаю, что оно должно хорошо держаться, прям проченько. И взяла вот такие вешалки. Это ванну. Тоже вот такие хромированные, потому что мне хочется, чтобы больше как-то красиво выглядело всё это, да. У меня сейчас пластмассовая, дешёвая, фикс-прайсовская. Она, конечно, весь вид портит. И уже в ближайшее время мне сделают полочку, пенал поставят там, да, и я в ванне сейчас прибираюсь, чтобы там вообще тоже ничего не было, чтобы я заходила. И вообще с глаз всё было скрыто, и всё было красиво. То есть хром, бел, беж. О, пластика дешёвого, чтобы не было. Хотя что-то да будет пластиковая, дешёвая. Ну, не суть. В общем, вот такая тоже на вакуумных. Это какая-то фирма здесь, я вижу. ФЕСТ, да, и это и то. И цена не дешёвая. Тысячу с чем-то стоит это, и тысячу с чем-то стоит это. То есть я подумала, что они должны сделать как-то всё-таки качественно, да. И, в общем, я это сделаю в туалет, вам покажу, вставлю видео сюда, а это сделаю в ванную, тоже вставлю видео. Итак, смотрите, какая у меня сейчас вешалка, да. Видно по ней, что она такая дешёвенькая вешалка. Тоже на присосках, тоже таких интересных вакуумных. Она редко падает у меня. Периодически её, конечно, вставляю. И вот сейчас у нас будет вот такая. Мне кажется, она более серьёзней смотрится. Сейчас посмотрим. О, смотрите. Слушайте, действительно хорошие крепления на самом деле. Они очень-очень, правда, классно закрепляются. Прямо. И вот сначала я раскручиваю против часовой стрелки до конца, да. Всё обезжирила. И одну и вторую поверхность. И здесь до конца. А потом просто начинаю закручивать. У меня как раз здесь хорошо было вымерять, ничего не нужно. Просто вот прям здесь, вот самое, видите, под полоску. И здесь под полоску. И начинаю закручивать. И оно закручивается до того, что уже просто не крутится, понимаете. Вот все силы я применяю, и оно не крутится. И здесь всё. То есть оно намертво село. Обалденная штучка. И смотрится даже лучше, чем та. Вот такое количество полотенец висит. Это Денькино. Сейчас оно висит у батареи. Чтобы, знаете, сохло быстрее. Это моё. Это для головы моё. Это всё время для гостей. То есть я им яркие даю какие-то, чтобы они не спутались с нашими, да. И это мамина синяя. Вот так вот. Хотя вот этот разнобой мне не нравится цветовой. Но зато никто ничего не перепутает. Хорошие крючки, кстати, ничего с них не спадает. Отлично полотенчики висят. Супер. В туалете вот так вот смотрится. Смотрите, тоже очень хорошо крепко сидит. Я ещё должна была, чтобы крепко сидела у меня здесь. Потому что я буду нажимать на дозатор, да. И какое-то давление будет идти вниз. Чтобы не снимать и не вытаскивать. Здесь ещё два крючочка, смотрите. Можно даже полотенчика какое-то для себя повесить, да. Удобное. А здесь ещё можно даже салфетки какие-то положить. Классно в этом во всём, что не нужно долбить стены. Если ты особенно не уверен ещё, с какой стороны тебе лучше, чтобы это висело. Поэтому я довольна. Если что, можно вот так раскрутить, легко снять. Вот. Может быть, ещё что-нибудь подвешу здесь. Не знаю. Вообще, хочется, конечно, шкафчик наверх, чтобы вот это всё спрятать. Вот. Ни красоту, ни совершенство. Так, следующее, что я купила, уже знакомый мне товар. Это, кстати, Нииши? Нет, Нииши. Это другой. Другая фирма. Я уже такие купила, два. И я вам говорила тогда, что они очень классные. Они прям стильные. Смотрятся очень дорого. Ну, в плане, смотрятся достаточно хорошо. Не то, что там какой-то пластик или что-то. И они на клейкой основе. Они приклеиваются. Приклеиваются очень хорошо. У меня один такой крючочек, да. На клейкой основе. Он у меня в ванне для детского полотенчика. Маленького вообще отлично. А второй он в туалете тоже для полотенчика, но наверху. И я думаю, что ещё можно для полотенчика внизу где-то. Я сейчас взяла два. Но на самом деле, думаю, что надо было ещё два взять. Они 300 с чем-то стоят. Надо было ещё два взять. Возможно, я возьму. Они реально классные. Ну, главное, что смотрятся хорошо, понимаете, и держатся хорошо. А вот, кстати, полотенчика, которая вот висит. Видите, тут пониже остальных, да. Это Денечка сюда вешает его. Вот так вот. Ещё одно в туалете тоже. Видите, как красиво. Оно красивое. И я думаю, одно надо повесить сюда куда-то, чтобы я вешала на него вот Денькин вот эту вот насадку, да. Чтобы она не на полу была, опять же, мыть пол или ещё что-то, а чтобы она висела. В общем, как я вам и сказала, подвесила на крючочек, да, чтобы можно было мыть полы нормально. И Денька будет туда одевать, снимать. Скоро она уже нам всё равно не понадобится. И просто уберу крючок потом, либо для чего-то другого использовать буду. Так, что ещё у меня здесь из-за Леруа? Ничего. Просто пакет Леруа, но там уже лежит Икея. Итак, давайте начнём с Икеи. Что я купила в Икеи? Первое, что я вам покажу, это посуда. Это тарелочки. Я взяла тарелочки, нам не хватает глубоких тарелок. Тарелочки вот такие, белые. То есть это из той же серии, что мои все белые тарелки, только эти глубокие немножко. Знаете, когда супчик там, не знаю, пельмешки. Вот у меня есть пиалочки, да, они глубокие, туда можно тоже, но там дольше остывает всё. Хочется что-то вот такое, чтобы остывало, понимаете? То есть может быть что-то не совсем жидкое, даже как суп, да? Но нужно в глубокую тарелку, что-то такое. Я взяла три штуки, потому что в основном, если мы что-то едим такое, да, то это там мама, Дэнни и я. То есть три штуки, я думаю, с головой. Во всяком случае у меня есть ещё, если вдруг придут редкие мои гости, то я возьму ещё глубокие прозрачные тарелки у меня есть. Поэтому этих ям белоты нам за глаза. Цена их 59 рублей за одну штучку. Почти цена фикс прайса, да? Но это Икеа. Это Икеа, это у нас покачественнее тарелки. Дальше в Икеа это сладости, но попробуем потом. Дальше я взяла вот так вот, смотрите. Это у нас на матрасник. Удивительно, что, ну не удивительно, может быть, конечно, там другое качество. Воскона я брала на матрасник. Он там стоил 3 с чем-то тысячи. 160 на 2. То есть это такая как бы простынка с одной стороны махровая, да, а с другой стороны клеёнка. И она полностью одевается на матрас, такой на матрасник. И защищает его, в принципе, от любых там проливов, влаги. А если маленький ребёнок, то сами понимаете, да. У меня есть в спальне такой за 3 с лишним тысячи. А в Икеа, я его уже давно хотела, а в Икеа я посмотрела, что такой же размер стоит 1499. А вот так вот он выглядит. Видите, в упаковочке такой. Давайте раскроем. Там есть разные размеры. 90 на 2 метра. 180 на 2 метра. 2 на 2, по-моему. Вот 160, 120, по-моему, что есть. Образцы даже есть. Я, конечно, могу сравнить по качеству с Оскона, да. Что это у них такие дорогие. А здесь подешевле. Но сам факт, что от того, что здесь махровая сторона, то есть меньше скользит простыня. Это очень классно. Потом вторая сторона. Ну, клеёнка себе и клеёнка. Нормального качества. Здесь тоже там идут прозрачные такие штуки. Вот так вот натягивается резиночка. По-моему, даже очень ничего. Я взяла размер сразу. 160 на 2. Не стала брать 80 на 60. Так как у нас сейчас кровать в детской сложенная. 80 на 2, да, получается. Я взяла сразу на большую, в случае чего, если она будет разложена, да. И думаю, просто заверну целую половину вот так вот. И всё. Мы-то не трогаем матрас. Мы-то только меняем простыни, да. А эту можно менять. Короче, тоже я сделаю. И покажу вам, как сейчас оно... Ну, так как оно будет на 160 на 2, это понятное дело. Растянется хорошо, да. Я сделаю сейчас на нашу собранную. И покажу вам тоже, как будет смотреться. В принципе, достаточно себе по качеству. Не обязательно брать то же самое за 3-4 тысячи. А есть и за 5 даже. Так, я одну часть уже заправила. Видите, вот там вот. Здесь у меня, кстати, не только матрас. О, вот уже что-то ляпануло. Видите, оранжевая, как будто фломастер. Но ещё у меня здесь вот такая штука есть. Вот, я всё это как раз закрываю, чтобы не было вот этой многослойности. Вот. Сейчас половину засунула вот туда. Сейчас вторую половину. Вот, просто всю её, видите, она у меня тут свисает. Много её. Просто всю её засуну туда. И всё, и будет у меня вот такое беленькое местечко. Ой, как ты милая. Как она любит вот эти одеяла все. Просто с ума сходит. Я занимаюсь не тем, что заправляю кровать, а просто гоняю её. Бешеная кошка. В общем, вот так получается. Всё запрала. Всё нормально, смотрите. Далее, далее, далее. Я взяла себе... Та-дам! Да, это мусорное ведро подвесное. Так как вы мне не советовали. Кстати, придут ко мне скоро устанавливать пенал. Зеркало перевешивать переведут. И я думаю, что они мне сразу тут на саморез, я так понимаю, на один... А, на два самореза, да. Оно может и стоять, в принципе. Но так как я хочу, чтобы всё было подвесное. И это вы, да, это вы мне рекомендовали. И сказали, Селина, есть всё окей. Даже фотки скидывали. Сейчас я открою, покажу вам. Мне очень нравится, как оно открывается и закрывается. Вообще, я считаю, что если можно как-то облегчить себе жизнь, благодаря всяким таким вещам, например, всё сделать подвесное, чтобы лишний раз ничего не поднимать с пола, когда ты убираешь, да. Нажать на кнопочку, или чтобы оно было сенсорное, вместо того, чтобы ногой тянуться, открывать, там, или рукой, пальцем, да. То есть, я за то, чтобы эти все вещи облегчить, потому что и так в жизни у нас много чего, где есть зачем напрягаться и этого не изменить. Поэтому, особенно в таких рутинных домашних вещах, нужно о себе заботиться. Вот такое вот оно, в пакете тут. Так, открываем. Смотрите. Опа, открылось. Закрылось. Ну, то есть, мне кажется, это клёво, да? Сделал всё свои дела и закрыл. Класс. Здесь вот так можно легко вытаскивать всё это дело. Разбирается. Вот оно. Вот оно. Старый пакетик. Тут ещё инструкция какая-то. О, а тут в комплекте что-то было. В комплекте. А, вот тут крепление. Ой, тут всё есть. Или только нет, саморезы, наверное, нужно. Короче, я думаю, мастер разберётся. Вот здесь сзади эти вот штучки. Вот так оно будет висеть у меня и больше я его не буду пролезать. Спасибо вам, мои крошки, за совет. Действительно классно. Ну и так как у меня всё хромированное, да, мне подойдёт, я думаю, в интерьер. Я приложу сейчас, да, чтобы вы не ждали, пока придёт мастер и всё это сделает. Я приложу. Но если вдруг я успею вставить, когда оно будет уже готово, я вставлю. Пока приложу. Приложенное, по-моему. Так, туалет, смотрите, сейчас у меня вот такой. А теперь вот такой. Совсем другое дело, да? Но он ещё подвесится у нас. Пока пусть стоит. Так, дальше. Я в Икее взяла, кстати, многие спрашивали меня, где я беру. В Икее это такой маленький блендер. Я прям в стакане взбалтываю. Кофе хорошо, кстати, взбалтывается. Можно даже кофе взбалтывать без молока. Молоко хорошо взбалтывает, горяченькое, да. У меня все они сломались. Он год у меня прослужил и сломался, представляете? Ну, просто перестал фурычить или там через раз как-то фикс-прайсовски тоже нагнулся. Я, в общем, всё побрасывала. Думаю, дойду, докуплю. А я уже неделю пью без пенки кофе. Вот, поэтому взяла и стоит всего 99 рублей. Вот, смотрите, мое молочко. Вот блендер. Он как раз заряжен на полную мощь свежей батарейки. Видите, сколько было, теперь полный штакан. Так что пиночка у нас поднялась. Вот столько я отлила, смотрите, чтобы взбалтать. В последнее время я просто добавляю вот такой вот кофе. Ложечку. Можно вот так перемешать всё. Можно так взбалтать. Чтобы просто перемешать, можно опустить на дно венчик. А чтобы взбить пену, нужно её чуть-чуть поднимать его вверх. Показываю, насколько мощно взбивается пена. Да? Свежим венчиком. Я, конечно, не люблю, когда так вот её много. Но она очень густая. И вот пена. Так, ну, в принципе, и с покупками нашими всё. В конце мы с вами попробуем тоже икеистские вот такие вот. Вкусняшки, конфетки. Я сначала просто хотела купить одну, да? А потом посмотрела, что одна, ну, эти как мармеладки, да, что ли? Одна. Да что ж ты будешь делать? Вот милая любительница пакета, девочка. Я вам покажу. Милочка. Я тебе тут не мешаю, Милочка. Я вообще-то снимаю. Вот залезла в пакет и всё. А, ещё я купила вот в Кантате кленовый сироп. Я его понюхала, вроде неплохо пахнет. Я взяла вот. Я вот такой кофе пью сейчас, растворимый, мне очень нравится. Так, давайте попробуем. Короче, я захотела все эти конфетки. Розовая. Здесь у нас три вкуса, да? Ассортяжеленного мармелада со вкусом малины, клюквы и лесных ягод. Я захотела попробовать. Ну, а потом почитала другие и все захотела попробовать. Такой пакетик стоит 99 рублей. Это и киевская штучка. Итак, розовый. Мне интересно, угадаю я, какого вкуса это или нет? Какое зло. Блин, их два розовых. Всё утонуло в моей дырке. Зуб недавно раскололся. Блин, вкусные. Но вкусы разные. Я люблю такие мармеладки. Во втором, ассортяжеленная мармелада со вкусом крыжовника, яблока и груши. Тут на них нарисовано. Груша, она в форме груши. Смотрите. Груша в форме груши. Крыжовник в форме крыжовника. Вкусно. А во втором у нас идёт ревеня. Или ревеня. Или ревеня. Лимон и лайм. А, а это идёт кисло-кислое. Оно ещё, видите, здесь идёт с сахаром или солью, или кислотой какой-то. Да, кислое прям. Оно тоже очень вкусное. Это очень кислое. Оно прям бодрит. Утром можно так, знаете. Мне кажется, вот это ревеня. Они прям обалденные. Аж слёжи пошли. Ленька уже пошёл таскать. На, держи. Вот это, вот это. Кислое не кушает. Всё, мои хорошие. Вот такие вот были покупочки. Весь мой фон просто на смартфон, да? Надеюсь, они были для вас полезны и интересны. Спасибо вам за ваши советы. Спасибо вам за обратную связь, в которой вы меня одариваете, когда я вас прошу. Потому что действительно, вот с этим бедром, например, я бы, наверное, и не знала, если бы вы мне написали. Поэтому большое вам спасибо. Я продолжаю для вас снимать. От вас подписка. Если вы ещё не подписаны, лайк. И комментарии. Пишите комментарии. Что думаете. Что показалось вам интересным, полезным. Может, чем-то вы пользовались и думаете, да ну его, нафиг, не берись, Елена. Есть в другом магазине лучше. Пишите. Я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok